Вы слушаете Радио Спутник. Разбор полетов. Программа Николая Валуева. Добрый вечер, уважаемые друзья. Сегодня очередной выпуск программы «Разбор полетов с Николаем Валуевым». И, конечно, прежде чем представить своего гостя здесь в студии, я напомню, что вы можете дозваниваться в эту самую студию по телефону «Плюс 7-495-951-0566». Вещаем мы по Москве на 91,2 FM. Санкт-Петербург наш слышит на 91,5 FM. Наверное, я начну все-таки программу с цитаты, которую в 2021 году на Малдайском форуме произнес Владимир Владимирович Путин. Наш президент сказал, в современном демократическом обществе возможно только одна идеология – патриотизм. Это должно быть деполитизировано и направлено на укрепление внутренних основ российского государства. Как вы поняли, уже, наверное, дорогие друзья, сегодня говорим об идеологии, нужна ли нам идеология. И я попросил в этом нам помочь профессора кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, кандидата исторических наук Германа Артамонова. Герман Анатольевич, добрый вечер. Добрый вечер, Николай. Ну, собственно, идеология. Сама по себе у нас идеология запрещена конституцией. Точнее, она не запрещена, но она там и никак не вписана. Собственно, у нас это, видимо, подразумевается какой-то плюрализм идеологии, и люди сами должны выбрать, какая им больше по нраву. Ну, а в целом, опять же, в рамках и вот тех событий, которые происходят сейчас, как вы считаете, нужна ли идеология России? Ну, я думаю, что мы все сейчас, граждане России, ощущают необходимость идеологии однозначно. Но, правда, здесь нужно договориться с вами, со слушателями о том, что мы будем поднимать под идеологии. Я, как специалист, занимающийся гуманитарной сферой, знаю, что среди ученых, если сейчас посадить представителей разных научных школ, то они не договорятся об этом понятии. Но мы все-таки, я думаю, с вами можем договориться, если предложим, скажем, такое определение идеологии, что это некое сочетание идей нравственных, духовных, которые несут в себе некие, объясняют идеальные принципы устройства общества. Какое оно должно быть в идеале? Как в идеале должны строиться отношения между человеком и социальной группой, которой он живет, в которой он реализует? Как должны строиться вообще отношения в мире людей? Идеальные модели, каким мы должны стремиться? То есть, по большому счету, это такие нравственные идеалы, имеющие выход на социальные рекомендации. Так называемые духовные скрипы. Но это, правда, немножко заезженное уже слово. В общем, по большому счету, можно так сказать, то есть, это, в принципе, такой нравственный ориентир, как жить, это представление об идеальном обществе, к которому мы стремимся, к которому мы дорожим, да, и, может быть, к которому мы живем, или мы можем сказать, что вот мы сейчас живем в идеальном обществе, но мы должны это сохранять. То есть, это мир идей, на основании которых человек конструирует вот свое социальное пространство. Вот, да, вот это, то есть, это имеющее обязательно общественную, социальную, не личную, а социальное выражение, да, вот это оформленное в виде идеи, мировоззрения, неважно, вся совокупность вот этого всего духовного пространства, которое объясняет и дает представление о справедливом, об идеальном обществе. Вот это идеология. Ну, слово справедливости, это, в общем-то, не последнее понятие для всех россиян, это абсолютно точно. Давайте, может быть, попробуем на примере, опять же, того, что нам наиболее близко, может быть, попробуем поговорить немного, коснувшись каких-то других стран, где такие же, может быть, идеи или иные идеи существуют в виде, а может быть, даже заложены в их национальном законодательстве. Конечно, это совершенно справедливый вопрос. Понятно, что вот общество человеческое, оно и исторически, во времени и в пространстве принимают очень разные формы. Вот мы говорим о столкновении разных цивилизаций. Да, ну, допустим, мы выделяем там западную цивилизацию, да? Да, выделяем. Азиатская там, да, азиатский мир, восток и запад. И, кстати, обсуждаем Россию, это что, запад или восток, или это ни то и ни другое, самостоятельно. Да, мы так, да. Все время говорим, что у нас свой, отличный от всех путь. Отличный бы, я, кстати... Хотя для одной шестой суши, может быть, мы, на самом деле, недалеки от правды. Кстати, вот события, которые сейчас происходят в сфере идеологии, допустим, запада, они, конечно, показывают, что они как раз совершенно четко считают, что мы не такие, как они, мы другие несколько. И они, и мы здесь, как раз в этом смысле, будем с ними солидарны. Но я как историк считаю, что мы действительно имеем ряд специфических черт, отличающих нас и от запада, и от востока. Но вот многообразие этих типов человеческих обществ, оно неизбежно приводит к тому, что человек осмысливает вот специфику, а в чем это своеобразие. И есть такая тенденция, она всегда исторически была и сейчас существует. Каждая цивилизация считает именно свой путь, вот ту модель, ту форму, которую она приняла, но наиболее справедливой, обоснованной, и пытается ее обосновать, в идеологии обосновать. Но дело в том, что модели эти, вот известные, и исторические, и ныне действующие, они разные. А поскольку они разные, и каждый из них стремится себя сделать, объявить самой лучшей, то неизбежно возникает борьба идей, борьба идеологии. Ну, совершенно точно, я с вами согласен. И вот на этой разности мы чуть позже остановимся, дадим возможность дозвонившегося до студии задать свой вопрос. Да, мы вас внимательно слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер, Владимир. Я бы вот хотел обратиться к вам, уважаемый депутат. Герман, Герман. Да, к Герману. Уважаемый Николай и Герман. А не кажется ли вам, что мы сами как бы лукавим, когда говорим, что у нас нет в государстве идеологии? Мы так не говорили. А? Нет, мы так, во-первых, не говорили и не собираемся этого сказать. Мы говорим о Конституции, заказательное не закреплено. Да. Ну да, но тем не менее, в любом случае, де-факто, если отказываться от идеологии, то надо отказаться от великого праздника Дня Победы, от других праздников, которые символизируют наше государство, от символики нашего государства, включая государственный флаг и гимн Российской Федерации. Поэтому идеология везде присутствует. Нет, конечно, абсолютно вы справедливо подметили, нет, никто не от этих, в общем-то, знаковых вещей, именно даже, я прошу прощения, что вещами это назвал, это нечто уже духовное давным-давно для нас, и от этого никто не собирается отказываться, и уж тем более в Конституции это все записано, от нерушимости нашей истории и следования этому историческому курсу. Я не буду просто перечитывать, тем более я не взял с собой сейчас Конституцию, но тем не менее, наверное, ремарка вот эта принимается. Герман Анатольевич. Я поддержал бы вот нашего радиослушателя, он просто не совсем допонял нас. Мы говорили не о том, что ее не надо иметь, а о том, что именно законодательно она у нас пока не закреплена, но идеология это очень важная составляющая жизни общества, без этого общество не может жить без идеологии, это априори. Признаем мы это, не признаем, знаем или не знаем, идеология всегда объективно есть. И до тех пор, пока мир не пришел к такому тотальному глобализму, пока сохраняются независимые, суверенные национальные государства, будут, соответственно, в рамках этих государств развиваться идеи, которые оформлены идеологически, отражающие национально-государственный интерес, так как мы его понимаем, с тем, чтобы воспитывать новые поколения граждан, передавать наше государство, нашу территорию нашим детям, внукам и так далее. Ну вот как раз суверенность этого подхода, это, наверное, очень важная вещь, которую в том числе и наши так называемые партнеры регулярно подвергают сомнению. Ну, к примеру, отказывая подобным своим, ну, кто мы для них, вы сказали, мы другие, ладно, хорошо, но тем не менее, если мы взглянем на даже конституции государства, там, в принципе, есть набор очень похожих друг на друга фраз, которые мы встретим и в российском законодательстве, и Америки, и восточных стран, но тем не менее, все борются по-разному. Опять же, за эти идеи и иногда явно есть навязывание каких-то совершенно чуждых людским сообществам идей, которые принимаются и не принимаются обществом, гражданам непосредственно. Конечно, вы правы совершенно. И вот, скажем, XX век человечество столкнулось в этом смысле самой... Причем, обратите внимание, именно в век, когда вроде бы мы пришли к такому гуманистическому осмыслению, гуманистическим идеалам, таким общечеловеческим ценностям там и так далее. Но именно в этот век мы столкнулись с идеологией, венцом которого, конечно, был период нацистской Германии, с идеологией нацизма. Это идеология. То есть все-таки она сейчас, она сейчас, эта идеология опять же вылезает из каждого угла. То есть какая-то исключительность. Некоторые более равны, чем другие. Абсолютно верно. Вот в этом гуманистическом таком обществе. Казалось бы, да. То есть, понимаете, это же не мрачное средневековье, когда там инквизиция и так далее. А это уже после великой философии, немецкой классической, кстати, в том числе, там после Гегеля и так далее, который... Вот, кстати, тоже любопытно. Гегель, он величайший гуманист, потому что он единственный философ, который обосновал необходимость сохранения жизни на земле человека. Не потому, что мы нужны самим себе, а он доказал, что мы нужны вселенной, мирозданию, абсолютной идеею. Богу мы нужны. В этом его такой высокий гуманистический потенциал. Ну, по сути, Бог человека и создал. Не просто от того, что ему скучно было. Я сейчас одну секунду, у нас есть еще звонок. Да, пожалуйста, добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Это Михаил Москва. Да, здравствуйте, Михаил. Я хотел бы помочь нашему доценту, там, Германа Анатольевичу. Да, я правильно понял? Да, совершенно. Да. А я хотел бы сказать, не идеология должна быть в каком-то формате, да, а должна быть развитие страны. Первое, науки, промышленности, сельском хозяйстве. Когда все эти, во всех областях будет развитие, исчезает и нацизм, и фашизм. Для них места не будет. Вы понимаете, что я хочу сказать? Когда женщина получает высокую зарплату, она со мужем не будет никогда ругаться, дети будут воспитаны. Михаил, спасибо, да. Ученые будут обеспечены, все преподаватели получат высокую зарплату. Вот о чем идет речь. Ваша, кстати, вот очень мне интересно, можно вот обсудить слова Михаила, вот явный, в принципе, пример. То есть, мы же ведь встречаемся как? Вот если хорошо, значит, вот эта идеология всеобщего хорошо. Точнее, ну, для определенной страны идеология хорошо. Но с тем же самым нацизмом, например, это хорошо достигается за счет нехорошо других. Вот вы в самую точку попали. Михаил, да? Да, Михаил, да. Слушателя, он прав совершенно в том смысле, что если, конечно, коммунизм победит на всей планете, то, безусловно, сама по себе идеология, в том числе коммунистическая, она исчезнет. Да, в ней перестанет, ну, коммунизм, я имею в виду, не как некто, а как вот то, о чем он говорил, когда наши потребности и материальные духовности полностью удовлетворены. Но, кстати, вот здесь, опять же, проблема в том, что они... Человеку все время всего мало, правда? Ну, конечно, но поэтому, кстати, Маркс и говорил, что нужно еще воспитывать грамотное потребление, чтобы вот это вот он не зажрался совсем. Но проблема-то стоит в том, что мы живем в обществе. Вот основной вызов, с которым сегодня столкнулась планета, он, в общем-то, очевиден. Людей на планете больше, а ресурсов меньше. Ну, ресурсов, как мне кажется, много, просто мы не будем сегодня... Но они конечны. Но они конечны, и мы еще пока толком не научились грамотно ими располагаться. Это же верно. Это действительно большая проблема. Но все-таки, опять же, уходя в историю вот тех идеалов, которые для человеческих сообществ вполне себе, значит, похожи, да, если мы возьмем мировые религии, те же самые, они проецируют совершенно практически идентичные ценности, о которых человек мечтает, ну, по крайней мере, хотя бы теоретически хочет достигнуть этого. Ну, конечно, конечно, и они сформулированы в мировых религиях, и действительно там противоречий нет, казалось бы. Но, тем не менее, если мы будем конкретно смотреть на историю вот религиозной мысли, религиозной идеологии, то мы тоже увидим, как вот эта специфика и борьба внутри человеческого общества, она приводила к очень весьма своеобразным трактовкам. Ну, вот скажем, принцип «не убей», он же универсальный, он универсален и для иудаизма, он универсален для ислама, для христианства, то есть для всех евроических религий, но трактовать его в реальности можно по-своему, там есть своя специфика, потому что, можно сказать, что мы имели в виду «не убей не всех», вообще «не убей», а «не убей своего соплеменника», да, а других, другими там можно посмотреть. Да, я слышал о таких попытках. И вот это вот другие, это как раз, когда других можно, это как раз и есть идеология нацизма, которая вот в 20 веке возникла, когда действительно обосновывали с позиции, кстати, науки, что человечеству не равно, что есть, ну вот, допустим, такой был французский антрополог Жорж Вашеллапуш, вот он, физический антрополог, то есть он предложил методику отличия людей, как их обосновывать с точки зрения... Антропологии, прямо. ...строения, да, физических. Антропометрических данных. Да, ну, в основном брали, конечно, в первую очередь, это голову людей, череп. И вот он сказал, что есть долиха кефала и браха кефала. Долиха кефала – это типа длинноголовые, браха кефала – это круглоголовые. При этом длинноголовые – это арицы, это раса господ, это элита интеллектуальная, политическая. И это он взял и записал, грубо говоря. Да, он это обосновал. Но это ему нравилось, наверное. Да, 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 да. А все остальные... Кстати, а все остальные могли ровно обратно доказать, взяв череп какой-то другой. Ну, понимаете? Ну, да, да, да. Но их в итоге, как бы вот на основе этой идеологии, она в конечном итоге привела к Освенцуму. Очень логично, когда арийцы, значит, мы переступили конкретно к уничтожению неарийских народов. Мы сегодня на Украине тоже иногда... Вот, к сожалению, это правда. Просто, к сожалению, видим прямо ренессанс. Именно таких идей нам пытается дозвониться очередной слушатель. Пожалуйста, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Санкт-Петербург, вы пою меня зовут. Здравствуйте. Проблема-то, в принципе, она уже на примере государства Израиля. Ясна. Непризнание Холокоста подвержено преследованию. Почему так долго у нас законодательно эта тема не получила? Я возражу, на самом деле, сейчас геноцидом населения Советского Союза. В данном случае признают уже массовые расстрелы населения. В определенных областях это происходило. И это уже несколько признанных актов Верховным судом России. Вы знаете, я так вам скажу. На самом деле, конечно, в России, конечно же, чтят жертв Холокоста. Достаточно сказать, напомнить, вернее, слушателю, что Международный день памяти жертв Холокоста – это 27 января. Каждый год он отмечается как День памяти. А почему 27 января? Потому что войсками 1-го Белорусского фронта был освобожден самый страшный лагерь смерти. Аушвицберкинау-2. Но в русской традиции это то, что мы называем Освенцем. Понимаете, в чем дело? Просто здесь, почему мы законодательно, может быть, не закрепляем именно Холокост, но у нас, в принципе, запрещена пропаганда нацизма. И мы, в принципе, как бы здесь страна изначально многонациональная и полиэтничная. И понятно, что вот здесь выделять как-то особо, ну, скажем, вот, допустим, на территории Белоруссии, там каждая вторая деревня хатынет с сожженными заживо людьми. И в этом смысле мы, в принципе, не выделяя кого-то отдельно, чтим, в принципе, всех жертв нацизма, независимо от их национальности, социального слоя. Сказал именно о населении Советского Союза. Но я могу понять Рафаила, потому что действительно, все-таки, нужно признать, что лагеря о смерти, были всего семь лагерей, все они располагались на территории Польши. Они, конечно, все были специально построены для окончательного решения именно еврейского вопроса. Да, через газовые камеры Аушвиц и Беркинала прошли не только евреи, там все народы, но евреев, конечно, было большинство там. Ну, скажем, я могу сказать, что всего жертв, вот по современным оценкам, только Аушвиц и Беркинала, это 1 миллион 200 человек, из них миллион это евреи, конечно. Но мы все-таки уходим больше вот в исторический экскурс по нацизму. Мне кажется, а что можно противопоставить вот таким? Ведь все, как говорят, хорошо начиналось. То есть, тот же самый Гитлер, начав экономически возрождать страну, но все-таки не удержался от того, чтобы вот на копье, так сказать, одеть вот эту идеологию, обвинить сначала определенно еврейский народ, а затем уже повернуть это копье на восток, обвинив во всех бедах. И, кстати, мы сегодня тоже это наблюдаем. Европа обвиняет во всех бедах. И Шольц недавно прямым текстом так и сказал, что все проблемы устраивает Владимир Владимирович Путин, президент России. И все-таки, опять же, что мы можем противопоставить? В части, понятно, вот у нас, условно говоря, с этой стороны обложили. Восток молчаливо смотрит, что из этого вообще получится. Это понятно, это всегда так было на востоке. Но, тем не менее, у нас же подрастают дети, у нас подрастает молодежь. И если мне память не изменяет, то ли это Мерлан, то ли кто вот как-то в очень давние века, времена, сказал, что дайте поработать с молодежью, мне не нужно будет завоевывать. Военные силы и государство мне не надо будет брать. Конечно, проблема воспитания основная. И в этом связи отрадно отмечать, что вот после лихих 90-х лет, а я напомню, тогда у нас из сферы образования вообще выпала воспитательная функция. Слово даже, определение воспитания убрали. Да, да, да. В законе об образовании не было воспитательной функции. Хотя вот мы педагоги, нам было это дико, потому что мы априори знаем, что процесс образования – это неразрывность обучения и воспитания. То есть это всегда объективно функция воспитательная присутствует, даже если мы такую задачу не ставим. Я сам удивлялся. Этот вопрос поднимался еще два созыва назад. Я уже третий работаю. Но мне всегда было удивительно, почему система образования не должна воспитываться. Ну, конечно. Если есть государство, Россия, и у нас есть бесплатное образование, разве мы не должны ставить задачу воспитывать граждан? Ну, собственно, вот мы и приходим к тому, что государство должно участвовать. Обязательно. Пусть это не идеология, но это основы тех идей, по которым живет подрастающее поколение, становясь взрослыми людьми. Мы должны так нравственный идеал, в том числе социального поведения, гражданского поведения, нравственный идеал с точки зрения мы и мира и так далее. Вот вы очень правильный вопрос поставили о том, как противостоять идеологии нацизма, потому что сегодня он вообще-то захватывает. Мы превратились в такой остров, откровенно. Большой, конечно. Да, потому что, понимаете, ведь они же... Вот обратите внимание, ведь они же сейчас говорят вообще... Что это такое? Уничтожить русский мир. Это как вообще? Это так и есть. Я понимаю это физически. Но прежде всего духовно. И духовно? Они стараются. Ну вот это же нацизм. Вы же, так сказать, целый... Вы народ, по сути дела. Причем на территории России проживает 190 народов. Но мы для них, понятно, все русские. Но будем говорить россияне. То есть, по сути дела, вы тем самым ставите, предлагаете, по сути дела, нацистские методы применять сегодня, в 21 веке. Вы, цивилизация, объявившая себя супертолерантной, демократической, либеральной, по сути дела, являетесь носителями нацистской идеологии, которая рано или поздно все равно приведет вас опять туда же, куда она вас привела. Каушвиц, Суберкинау-2. Так вот, это просто, кстати, поразительно, с какой легкостью вот этот мир охватывает именно нацистская чума. То есть, откуда корни здесь, в том числе идеологические? Они не имеют традицию, увы, в странах Западной Европы. И Америки, кстати. Вот, потому что все-таки западная цивилизация, ее основа, это цивилизация конкурентная, понимаете? То есть, это всегда иерархия социальная, социальное неравенство людей. А социальное неравенство людей и конкуренция, рано или поздно, она вот приходит вот к этим вещам. Значит, кто-то лучше, кто-то талантливее. А как поступать вот с этими бесталантными? А давайте вот мы их будем, так сказать, расчищать жизненное пространство. Дранг на Хостен. Ведь у Гитлера в Майнкамп уже было прописано. И, кстати, он не автор, он ничего не придумал. Это все в немецкой культуре существовало. Идеи Дранг на Хостен с 10 века, вам поисторической. Ну, они вечно ходили, да. Им по сусалам, и они снова собирались. Причем обеспечить жизненное пространство для немцев за счет других. Но Дранг на Хостен, в данном случае, за счет славян. И вот, понимаете, это нацизм все-таки в основе него, вот материалистически, это когда мы признаем, что человеческое общество в идеале должно быть иерархичным, должно быть социальное неравенство, должны быть бедные и богатые как норма. Противопоставить этому, на самом деле, может только другой цивилизационный опыт, построенный на принципах социального равенства людей. Это не значит уравниловка. Это не значит, что профессор и дворник должны получать. Да, мы это уже проходили, что такое уравниловка. Да, да, это не это. Ну, видите, да кто работает, тот ест. Сколько работает, столько получает. Да, да, я имею в виду, что, по крайней мере, понимаете, в идеале все-таки должен быть сформулирован как нравственный идеал. Вот я для себя его сформулировал. Это общество, в котором дети, независимо от социального происхождения, от этнической принадлежности, религиозной такой, получают равные возможности с точки зрения качественного медицинского обеспечения и доступа к качественному образованию, в том числе высшему. То есть, когда образование выполняет функцию социального лифта. И если ребенок одарен, он должен получить возможность получить высококлассное образование, независимо, подчеркиваю, от толщины кошелька его родителей. И, наконец, это общество, в котором старики, которые отработали, которые отдали все этому обществу, в том числе и ветераны, если были воины, вот они должны получить те же самые полный пакет социальных гарантий своей старости. То есть, они должны, лишена быть проблема питания и, соответственно, досуга и качественного медицинского. А вот мир взрослых, среднее звено, вот они должны как раз... Уважаемые друзья, о мире взрослых буквально через короткую паузу. Радио «Спутник» новости. Пограничный пункт в Теткино, в Курской области был... Разбор полетов. Программа Николая Валуева. И вновь добрый вечер, дорогие друзья. Напомню, наш телефон, вы можете спокойно дозваниваться, задавать свои вопросы. Плюс семь четыреста девяносто пять девять пять один ноль пять шестьдесят шесть. Напомню, у нас сегодня тема идеологии, хотя несколько шире, и помогает мне в этом вопросе разобраться профессор кафедры истории России, Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук Герман Артамонов. Ну, еще раз, если кто-то подключился. Добрый вечер. У нас буквально сразу звонок. Сегодня очень активно дозванивается до нас, радиоуслушатели. Да, добрый вечер. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемый Николай, уважаемый Герман Юрий. Здравствуйте. Вот я вам хочу обратиться как к депутату, а потом задать вопрос. Да, пожалуйста. Уважаемый Николай, вот через свои структуры проверьте, пожалуйста, деятельность Серебряного Дождя, который порочит и называет тошнотным все, что вы сейчас обсуждаете. Там есть такая гражданка, ведущая престарелого возраста, с вымышленным именем и фамилией Гордеева, которая порочит в эфире деятельность Государственной Думы, решение нашего правительства, и в том числе и те страны, которые на нашей стороне противостоят санкциями, угрожая им, что их санкции тоже постигнут, как и Российскую Федерацию. Более того, она полтора месяца назад смеялась во всем эфире над российскими туристами, которые, если будут отдыхать при Черноморском побережье на нашей стране, включая в Крым, как они будут весело себя чувствовать, когда там объявлено повышенный уровень контртеррористической операции и террористической опасности. Ну, за информацию спасибо, на самом деле, задайте, пожалуйста... Это вовремя эфиры, между прочим. И вопрос хотел бы задать такой. А вот не кажется ли вам, что вот должна быть все-таки цензура? Потому что вот такие понятия перестроечные, как плюрализм, толерантность сейчас представляют настоящую диктатуру и пролонгируют так называемое незаконно послушное понятие вседозволенности. Спасибо большое за ваш вопрос, Герман Анатольевич. Вот я исключительно хотел про цензуру поговорить. Ну, как вы видите, ни у одного у меня возникают вот такие вопросы. Цензура. Вот в ее, собственно говоря, таком самом настоящем классическом проявлении в Советском Союзе цензура абсолютно точно была. В России мы пытаемся все время, мне кажется, лавировать между цензурой и каким-то другим понятием, не знаю, как это назвать. То есть, но в принципе... Абсолютная толерантность. Да, вот было сказано про толерантность. Это что, нечто среднее? Или все-таки мы, наконец, уже начинаем действовать и признавать иноагентами, и все. Кстати, с Серебряным дождем там тоже работа ведется. Эхо Москвы, вот недалеко ходить. На самом деле, цензура с точки зрения построения той же самой идеологии государства, она помогает или все-таки разрушает? Ну, если сделать все с умом, то она помогает. И, конечно, цензура нужна. Но если есть объективный национальный государственный интерес, если мы видим, что мир, он, в общем-то, сегодня, по крайней мере, переживает этап не такого радушного, знаете, радушной толерантности, а все-таки это кризисные явления, это обострение борьбы, геополитической борьбы, это очевидно же совершенно вещи. Если есть национальный государственный интерес, нужно стоять на их, вставать на их защиту. Есть, понимаете, общественно значимые ценности, идеалы. Вот само общество, оно должно быть сохранено? Должно. Конечно. И это тоже задача государства. Государство. Нас же за это спрашивают. Конечно, конечно. Вот вы, как депутат Государственной Думы, в общем-то, государственный муж, который профессионально должен отстаивать интересы российского общества. Но если вы сталкиваетесь с тем, что силы определенные, ну или, скажем так, чудаки какие-то, я не знаю, там, отдельные, вот они ведут откровенную пропаганду или проводят идеологические какие-то акции, которые направлены на разрушение этого общества, на разрушение мира, в котором вы живете. Вы должны встать на его защиту? Безусловно. Конечно. Если есть идеология нацистская, значит, ей нужно... Мы должны не зеленый свет давать, а ставить ей препоны. Мы должны и научно с ней бороться, и, в принципе, пропагандировать в открытую нацистские взгляды мы не должны. Вот здесь должно быть. То есть цензура как научная, обоснованная, профессиональная защита национально-государственных общественных интересов. И надо сказать, что в мире был опыт вот такого отказа от цензуры. Но он был очень непродолжителен. Когда, допустим, я знаю, был период в Соединенных Штатах, когда можно было даже нацистские, так сказать, ну вот свободно. Вот давайте дадим возможность каждому мнению, чтобы оно существовало. Чтобы все... Но они очень быстро поняли, чем это заканчивается. Поэтому сегодня тренд общемировой, это как раз все-таки ограничение. Более того, в условиях вот цифровой, новой, свободы, такого доступа к информации, эта проблема тем более актуализируется. И, кстати, во многих демократических странах, в странах, которые, в общем-то, провозглашают либеральные такие ценности, они вводят, ну как бы, вводят официальную цензуру. Ну вот, скажем, вот то, что на ум сейчас приходит, скажем, Турция, это, в общем-то, демократическая страна, там, выборы, да, начиная с реформ. У них есть курды, закрытый вопрос. Да, у них более того, вот основатели этой современной Турции, это Мустафа Кемаля Татюрк, и все, кто в России, они знают, в Турции, потому что в каждом городе там стоит памятник этому человеку. Но я бы хотел вот предупредить некоторых россиян, дело в том, что в Турции действует законодательство, которое любое бранное слово в отношении Татюрка, и любое публичное проявление неуважения к его личности, это уголовно наказуемое преступление. Это статья, уголовная статья. Я понимаю, сравнивать, может быть, неправильно, но в некоторых странах, если вы увозите ракушку, это тоже практически уголовка. Но у нас есть дозвонившийся. Пожалуйста, добрый вечер. Интересный вопрос. Да, пожалуйста. Разрешите мне сказать. Будьте добры. Так, все войны начинались для того, чтобы обогатиться. В Бедном никто не идет воевать, чтобы завоевать. Наша страна очень богатая. Вот поэтому для того, чтобы ее завоевать, надо ее разобщить, надо ее опоганить всякими словами, всякую гадость говорить на президента. Поэтому я хочу спросить. Если бы случайно какая-то ракета полетела в Америку, подождите, я договорю, и разбила вот этот печатный станок, который печатает доллары, и Америке нечем было этим продажным людям, которые за деньги воюют, платить, была бы война. Ну, спасибо за ваш вопрос. Была бы абсолютно точно война, это раз, потому что это воспринималось в первую очередь. И это была бы третья мировая война, последняя в истории, по крайней мере, нашей цивилизации, если говорить уж всерьез. Но тем не менее, тем не менее, у нас всегда, вот очень интересное зерно прозвучало, то есть может быть действительно, то, что мы владеем одной шестой суши, огромное количество действительно богатств, природных, нам не нужно куда-то идти. У нас это все под ногами, и это определяет, в общем-то, и наше мировоззрение. Я говорю о жителях России, Российской империи, Советского Союза в целом. Да, в том числе... То есть мы, получается, все время вынуждены защищать это все. Конечно, вся наша история, это, в общем-то, по большому счету, это история войн, но я хотел бы принципиально подчеркнуть, в отличие от стран западной, в РУНП, войн освободительных. Мы защищали свою территорию, и это нашло отражение в нашей культуре, начиная с древнейших времен. Ну вот, скажем, русский эпос, русские богатыри, это история, кто они, защитники земли. А возьмите такой же эпос, скажем, скандинавов, норманов, германцев. Ну, нападение. Взять чужое. Взять чужое, приобрести. И, конечно, сейчас то, что мы, наша территория, это пока еще самая большая территория, самая большая по площади государства мира. Конечно, мы в условиях кризисных явлений, очевидных экономических кризисов, нехватки, допустим, ресурсов, углеводородов, воды. Ведь даже проблема пресной воды это сегодня колоссальная проблема, потому что и Малая Азия, Балканы уже попадают в зоны искусственного рожения. Я правильно понимаю, что вы ведете к тому, что мы должны как бы уже с детства готовить себя все это защищать? Защищать. Защищать однозначно. То есть, какими путями? Ну, защищать. Любыми. То есть, мы должны постоянно готовиться к тому, что под разными предлогами, и чаще всего красивыми, нас будут, вот как радиослушница дозвонила, разобщить. Конечно. Сейчас же ведь речь не идет о каких-то там ракетах, как она сказала. Речь идет совершенно о другом. О разобщении. Вот именно духовное разобщение. И это, конечно, безусловно. И вот, продолжая эту тему, я хотел бы сказать, что обратите внимание, вот бывший госсекретарь Соединенных Штатов Америки, Кандализа Райс, меня поразила однажды ее фраза, сказанная. Она как раз говорила о том, что вот о богатстве России ресурсами. И вдруг она закончила, а это несправедливо. Несправедливо, да, я видел. Простите, вы цивилизация, которая провозгласила священную частную собственность? То есть, что это, нельзя брать чужое? Ну, подождите, они уже... Это ваш принцип. Чужое они уже взяли. Вот, собственно говоря, мы сейчас продолжим после того, когда услышим очередной вопрос. Добрый вечер, пожалуйста, задавайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Иван. Николай, хотел бы у вас спросить касательно, наверняка вы знаете, был такой в 50-х годах деятель, который сформулировал план Ольга Далеса по развалу Советского Союза. Да, конечно, его знают все. Только ленивые, наверное, уже не знают. Хотя очень бы хорошо знать нашим молодым, на самом деле. Ну, вот, как раз я себя еще... Я спрошу, Герман Анатольевич, изучаете там? Конечно. Вот. Да, да, прошу, прошу, извините, я перебил. Да, да, я вот все-таки себя еще отношусь к молодым, потому что мне еще, ну, 40 лет, я, в принципе, считаю, что я достаточно еще в стиле. Все впереди. Все впереди. Да, да. И вот хотел как раз вот касательно этого плана, что считаете вы, что считает ваш гость, по-моему, все как раз вот в рамках этого плана и делается, начиная вот с момента его формирования и по сегодняшний день. Ну, да. То есть разделять и ласковать и заменить психологию нашей страны на... Там очень много об идеологии как раз потребления говорится. И я хочу сказать, что, в принципе, если этот план взять, прочитать, нужно просто делать наоборот. Вот, дабы не терять времени программы на то, чтобы сейчас вспоминать, что там содержит этот план, но в плане в итоге то самое разобщение и исчезновение России как государства. В принципе, наверное, у нас не так много времени остается. Герман Анатольевич, как вы считаете, если вот так вот рэперно, что необходимо привнести сейчас? Никогда не поздно, опять же, цена слишком высока. Конечно. Здесь мы ответственны перед будущим, перед будущими поколениями, перед нашими детьми, дай бог внуками. Вот мы начали говорить об образовании, и, слава богу, в последние годы эта тенденция преодолена. Воспитательная функция сегодня возвращена в школу. Президент, вы начали передачу, сформулировал, в общем-то, универсальную такую основу любой идеологии, это патриотизм. Здесь не нужно мудрствовать лукаво, патриотизм. Это просто любовь к своей родине, к стране, в которой вы родились. И, вы знаете, вот иногда меня спрашивают, в том числе студенты, я читал такой курс «Этнология», затрагивающий в том числе проблемы национального характера, национальной идеи и так далее. И, конечно, обсуждали многие темы, которые в том числе и сегодня обсуждали. И вот в числе прочих меня иногда спрашивали, а вот можно, может ли человек себя считать, дать ему такое право? Ну, допустим, считать себя представителем любой национальности. Выдерживаю моё право. Вот, ну, хочу, вот я вот там себя соотношу, допустим, я изучаю там, ну, допустим, я люблю французскую культуру, я знаю французский язык, я там часто бываю, я там восхищаюсь. Вот хочу быть французом. Но они все французы. Никто же, да, никто же меня не может запретить. Я говорю, ну, наверное, да, это ваше право. Но вот я считаю, что всё-таки для того, чтобы иметь моральное право считать себя вот гражданином этой страны или быть французом, или русским, и россиянином, неважно, то вы должны быть готовы разделить историческую судьбу своего народа, своего общества и своего государства. Кстати, в словах президента недавно это прозвучало, он сказал и перечислил. Я не знал, кстати, но я рад, что совпали. Правда, не все, но несколько, просто у нас многонациональная страна. И вот он сказал, я и перечислил. Ну, то есть любить Россию за пределами России из Франции сегодня, да, это противоречит патриотизм. Мы для них все русские. Ну, конечно, да, да, однозначно. Надо достаточно выехать и послушать. Я в этом смысле даже, знаете, вот считаю, что мы сегодня можем вообще именно всего того, что мы для них все русские, а нас 190, так сказать, разных этносов. При этом мы народ. Да, мы можем говорить, что мы, ну, и россияне, мне как-то не очень это нравится, но можем сказать... Согласен, мне тоже. Тяжело выговорить. Мы многонациональный русский народ. Вот так я бы сегодня сказал. Но патриотизм, любовь к своей родине, подчеркиваю, это естественное совершенно чувство, это именно чувство. Это точно так же, как любовь к женщине, любовь к детям. Это любовь вот к месту, к которому вы родились, к ее культуре, к ее песням и так далее. И мы имеем тысячелетнюю историю, многострадальную. Мы как бы всю свою историю, у нас у каждого поколения своя, великая, отечественная. И здесь каждый сантиметр нашей земли, он пропитан тоннами и крови, и трудового пота наших предков, наших отцов и так далее. И, соответственно, вот на этой основе мы и должны строить, собственно говоря, такую программу воспитания будущих граждан России, которая должна быть, конечно, многоступенчатой. Начинаться со школы. И сегодня Министерство просвещения там выступило грамотно, с инициативой, да. И поднять, во-первых, историю с первого класса своей страны, историю России. И там символы государственные, да, поднятие флага, исполнение гимна и так далее. Это все то, вокруг чего строится. Это все очень важно. Но это должно получить поддержку государственную, это должно быть разработано, привлекать специалистов, и оно должно быть непрерывным. Это не значит, вот в первом классе сделали, и все, то есть компанейщины не было. Это должна быть программа пронизывать все сферы образования и, по большому счету, в идеале профессиональной деятельности. Ну, маленькая ремарка. Сейчас продажи российского флага в магазинах сильно, резко подскочили. Вот именно флаги покупают. Нет, ну это хорошее, на самом деле, я не думаю, что это то, как школы скупают. У нас есть дозвонившиеся, на самом деле, наверное, это сегодня последний вопрос от радиоуслушателей. Если вы с нами, да, пожалуйста, добрый вечер. Добрый вечер. Как раз вопрос в тему. Напомните, пожалуйста, какой будет завтра большой праздник, связанный именно с идеологией нашей страны? Какое число? Ой, у нас завтра 17-е. 16-е, сегодня 17-е. А, в 18-е, да. Вы ошиблись, вы имеете в виду 19-е мая, наверное? 19-е. Конечно. Да, ну ничего, ничего. Это столетие пионерской организации. Да, это уже мы прошли. Мы, кстати, с ребятами, я встречался очень со многими, зашел как минимум в три школы, и не с удивлением, а с удовлетворением отметил, что да, это может быть не красные галстуки, но вот ребята действительно волонтерят и очень сильно. И знаете, такой прообраз вот той организации, с которой мы, собственно говоря, все там были. И приятно, приятно смотреть. Государство очень поддерживает такое. И опыт, кстати, пионерской организации здесь должен быть востребован. Ну, забрасывать не надо просто. Он был, конечно, он был отличный. Ничего плохого пионерия не учила. Да и в октябре я тоже. И она, кстати, вот в своей основе, там, в общем-то, коммунистическую, ну, помимо вот борьбы за дело Компартии, остальные-то все идеалы, которые воспитывала пионерия, они, в общем-то, соответствовали нашему цивилизационному коду. Коллективистскому, идеалам социальной справедливости, уважительному отношению к старшим, взаимовыручке, товариществу, помощи и так далее. Это все, в общем-то, вписывалось в традиционные ценности в этом смысле. Но при этом еще была детская организация. Она учила самоуправлению. Она учила, если говорить вот с либеральным языком, воспитывала институты гражданского общества. Это было очень полезно. Ну, и мы не забываем, что мы еще и все-таки, ну, фактически возродили институт церкви. Я сейчас говорю обо всех конфессиях. Церковь, я все называю, все религии, которые сейчас спокойно, мирно сосуществуют на территории современной России. Это, кстати, тоже очень важная тема. Жалко, что вы в конце поднимаете. Но мы можем собраться по этому поводу. Да, с удовольствием. Если вы не против. С удовольствием. Потому что мы многоконфессиональная страна. И, кстати, вот здесь, понимаете, у нас тоже уникальный в этом смысле опыт, потому что если мы посмотрим на историю взаимоотношений и конфессий, то вообще это как бы очень кровавая, на самом деле, история. Особенно на Западе, в Европе. Потому что там огнем и мечом. А у нас есть другой опыт. Мы действительно вот на одной площади у нас... Вот, кстати, мы вот еще в контексте празднования Великой Победы. А, вы хотели, может быть, про Казань сказать? И Казань, и Парк Победы. И Парк Победы, да. На одной площади у нас и православная, и синагога, и мечеть. И это повод не для разжигания конфессиональной розни. А сосуществования. Да, а их мирного сосуществования. И вот почему нам удавалось это, слава богу, и почему, вернее, и как это приводило к конфликтам в других уголках планеты, об этом можно поговорить. Потому что, мне кажется, здесь мы как раз храним некую модель решения этих противоречий, которая могла бы быть использована и вообще всем человечеством. Ну, в пору, в принципе, пообещать радиослушателям, что мы с вами еще раз в этой студии обязательно поговорим вопросы, поднимем вопросы веры, исторические справки, экскурсы сделаем. Конечно, это тот пласт, без которого современный человек жить не может. Это, кстати, при том, что мы наблюдаем, как вот эти основы, основы именно духовности подвергаются полному сомнению. Вот буквально не так далеко. И Европа совершенно по какому-то полностью атеистическому сценарию идет и терпит буквально на глазах вот этот, как вы и правильно скажете, гуманистический крах просто-напросто. Ну, в общем, да, тем более, чтобы брать внимание, кстати, там, я бы сказал бы, такой век, скорее похожий на такой советский атеизм наступает, хотя она вроде такая вся христианская, на самом деле далеко не так. Ну, когда в церкви устраивают дискотеки... Да, да, я бы это... Странно, что мы ровно от этого ушли, а в Европе к этому пришли. По сути дела, да. По сути. Ну, это удивительно. Ну, и, наверное, надо все-таки... Уже подходит наша передача, к сожалению, подходит к концу. Как вы думаете, это нужно делать резко или вот пользуясь той ситуацией, опять же, сейчас она очень непростая, или постепенно довнедрить то, о чем мы не доработали, подзабыли? Я бы сказал, это нужно делать с умом и с особой деликатностью, потому что речь идет о очень действительно принципиальных вещах, и речь идет об основе нашего этнического и гражданского самосознания. Это очень деликатная сфера. Здесь нужно вот то, что называется, семь раз отмерить и один раз отрезать. Должна быть государственная программа, конечно, соответствующая существовать, которая бы взяла на себя функции координации деятельности различных и государственных, и общественных учреждений, системы образования и так далее. Сегодня вообще... Вот мы вот от такого благодушного аскетизма в сфере идеологии сегодня приходим к пониманию, что все-таки это, конечно, ошибка. Все-таки мы должны себя порезче вести. Ну, поактивнее. Безусловно, это должна быть проблема буквально номер один, может быть, даже самая важная, потому что в конечном итоге мы сумеем справиться с теми проблемами, которые сегодня возникают во всех сферах жизни. Я имею в виду не только ситуацию с Украиной, а в принципе, вот как государство. Мы сумеем с ней справиться только при условии, что у нас будет общепризнанная национально-государственная идеология, которую будут разделять подавляющее большинство граждан нашей страны. И если мы к этому не придем, вот к согласию здесь, а именно здесь против нас сейчас будут воевать и воюют уже. Вот это разделение, оно в том числе и в идеологической сфере, когда нам подбрасывают разные, так сказать, идеи сегодня. Вот в том числе и те станции, о которых звучало. Но не только они, ведь они просто, так сказать, проводники скорее. Вот поэтому принципиальнейшие вопросы, конечно. И мы должны здесь и общество, и государство, я думаю, найдут здесь точки соприкосновения. Ну, мне сразу вспоминается фраза одного из главных героинь, героини фильма «С легким паром. Ирония судьбы» или «С легким паром». Она тогда сказала, что ошибки учителей не менее дорого даются людям. Там действительно это очень важно не упустить. Потому что сейчас, ну, в принципе, смотришь, когда телеграм-каналы, когда попадает в плен очередной молодой ВСУшник, уже вот пропитанный нацистской идеологией, оказывается, он совершенно не знает истории. Конечно. У них ложная история. Нет, он даже ложный толком не знает. Но он всерьез считает, что они рыли Черное море. Но это же даже не история. Просто поверить в это достаточно сложно. Государство, конечно, безусловно, не должно прямо отпускать вожжи, буквально говорю. Ну, конечно. С этой очень, как вы правильно сказали, деликатной темы. Ну, наверное, может быть, вы хотели обратиться к радиослушателям, может быть, сейчас как раз именно как историк. Ну, вы знаете, я хотел бы сказать о том, что, как историк именно, что при решении этих проблем, которые мы сегодня обсуждаем, в том числе в сфере идеологии, мы имеем достаточно богатую духовную традицию, имеющую, мы имеем великую культуру, мы имеем уникальный исторический опыт. И, кстати, я бы сказал бы, Россия, вот это наше мессианство, оно в конечном итоге связано не с тем, что мы навязываем миру какие-то, так сказать, учим их жить как надо, а в том, что Россия исторически так сложилась, она, в общем-то, была всегда готова поделиться и своими духовными, и материальными богатствами, и в этом смысле модели, которые мы им предлагаем, они в конечном итоге, на мой взгляд, мессианство в том, что они в каком-то смысле спасительны для человечества. Потому что в рамках конкуренции мы в условиях ядерного оружия, мы, так сказать, на шаг. Спасибо, дорогие друзья. Будьте с нами. Это «Разбор полетов» с Николаем Валовым. И у нас был Герман Анатольевич Артамонов. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова